итак вот такой вот у меня обычный горох вот его перемолол на кофемолке дальше что у меня есть вот такие вот овсяные хлопья я их сейчас тоже наверно засыплю кофемолку немного еще перемолю и потом вот у меня шино все это мы дело в эту кастрюльку зальем водой и поедем тестировать вот овсяные хлопья тоже перемолол высыпаем их гороху и что закипела у нас вода чайники секундочку мы нальем воды сюда хватит высыпем пшено на много делать не будем так как едем на рыбалочку ненадолго чисто потестируем магазинная против вот этой то из этого выйдет сниму покажу так где наша ложка вот так я в кипяток налил пшенку это пока добавлять не буду когда будет готова пшенка тогда высыпем все это все высыпал в нашу кашу сейчас накрою это дело крышкой пускай постоит потомиться и встретимся на реке ну что я на воде два фидера вот одинаковые кормушки только здесь будет у меня поводочек сантиметров 10 такая же какие-то кормушка я в нее завью сейчас нашу кашу с горохом и с овсяными хлопьями здесь же у меня обычная магазинная на крупного леща как написано крупный лещ прикормка ну что сильный боковой ветер но я думаю нам это не помешает кидаем эту закидуху кидаем эту с длинным поводком здесь у меня сантиметров наверно под 70 поводочек маленький крючочек посмотрим один закидуха каша второй фидер длинным поводком на обычную магазинную прикормку рыбу мы сегодня наловить вряд ли сможем время 3 часа дня ну хочется проверить будет ли на нашу кашу вообще что-то ли брать с таким поводком потом сделаем если вообще будет глухо поводок подлиннее проверим ну что я закидываю ну все орудие в бой закидуха короткий поводок 2 опарыша каша фидер длинный поводок 2 опарыша магазинная прикормка вот посмотрим что из них сработает первая где-то минута позади пока тишина посмотрим потом если будет глухо попробуем мотылика на закидуху попробуем пенопластик надеть есть у меня крючки купил побольше у меня эти были маленькие наверно подымал купил побольше крючки попробуем посидим посмотрим глядишь что-нибудь из этого интересное выйдет ладно что и требовалось доказать на магазинную прикормку которая залил аромой сейчас скажу какой ваниль рыба пришла 1 было только что пару тычков но сразу понятно что это рыба очень очень мелкая судя по поклевкам два парика и съесть она их не может и гербанец закидуха стоит пока глухо есть у меня еще чабрец нет так обмакнул в чабрец надел один опарыш один мотыль сейчас это все дело забросим были поклевочки на фидер но висела два опарыша одного пожевали 2 целый сейчас наденем ей 1 3 сильный не знаю слышно меня или нет ну по крайней мере я думаю видно я думаю после того когда я надел мотылика и 1 опарыша еще макнул чабрец рыба быстренько найдет о как я и говорил уже дубасят моментом на лету хватает очень ей нравится этот запах сейчас попытаемся ее еще и поймать ух ты нифига себе как дала вроде бы есть уверен что размер пол ладошки но моментом даже еще вот я запхал прикормка осталось в кормушке сотрите даже прикормка еще в кормушке вот такой вот подлещик отпускаем ну что значит теперь мы сейчас нашу кашу все-таки немножко обольем чабрецом посмотрим что из этого выйдет хотя подождем очень много смотрим дальше и так взял я наш настой чабреца залил вот сюда в пакет и полностью пропитал его ну запах есть и чабреца и горохом еще отдает и пшенкой так что три в одном здесь взял еще каши немного сюда кинулся забил в кормушку потому что уж больно мелочь достает часто перебрасываем этой прикормки хватит здесь ну наверно на минут сорок и все их она другой меня нету поэтому я решил разбавить ее кашей вот надевал один мотыль сжирает два три четыре до пяти дошел не могу поймать моментом нападения обрывает и все решил я опять перейти на одного опарика едва матрика вот сейчас посмотрим прикормки каша щабрецом а на крючке мотылик с опарыша мы тоже поплавали не в чабреце заброшу посмотрю тоже сожрет ли нападение или нет так смотрим заброс иногда даже бывает на подставку не успеваю положить как уже дрыгает то бишь ест вот пошла пошла поклевочка спрашивал здесь он рыбаки тоже ловят говорят глухо но не знаю у меня как бы не глухо сказали так за день один-два подлещика с ладошку и все же сегодня споймали это не с утра я вот сейчас приехал в четыре и как бы поклевки сразу же не закармливал то есть ничего сразу первая кормушка полетела на фидер клюет вот закидуха уже минут ну пять наверно после того как я перебросил глухо вообще и щабрецом висит два опарыша посмотрим а нет вот вот была одна поклевочка до этого стояла 25 минут просто каша без ничего ни одной поклевки вот сейчас пять минут и она уже была значит чабрец все-таки быстрее притягивает рыбу потому что каша нас кормушки не вываливается она забита и рыба идет на запах подольше ищет здесь же она рассыпается запах идет больше и быстрее находит поэтому там уже два-три раза перекинул собралась мелочь и дубасит сразу здесь же реже значит шанс здесь поймать более крупную рыбу ну посмотрим закидуха поклевала поклевала что-то и затихло но фидерок исправно собирает мелочь на мотылика на опарыша долбит долбит есть не может на дело одного мотылика тут же секунд 20 и рыбка на берегу сейчас попробую вместо опарыша надеть на закидуху пенопласт посмотрим как пенопласт себя поведет достал закидуху вот так вот я залепил кашу и вот такой вот вообще сантиметра наверно 4 поводочек вот здесь пенопласт будет посмотрим что из этого выйдет фидер дубасе только давай там поводок сантиметров 60 70 я сейчас хочу пойти на эксперимент сделать где-нибудь метр двадцать посмотрим может он будет дальше отлетать и там покрупнее рыба клюет уже на одного опарыша 10 минут не знаю что она с ним делает но съесть она его не может одного ладно закидываем нашу закидушку ну а потом поэкспериментируем сейчас фидером так как цель наша сегодня поймать что-нибудь крупное крупное в моем понимании хотя бы грамм 250 300 смотрим наконец-то после 10 минут клеваний вот эта густерка подцепилась вот другой рыбы там я не вижу вот это уже наверно 5 закидуха пока молчит будем удлинять поводок наверно сейчас еще пару раз попробую в другую точку закинуть что там водится может в этой просто мелочь собралась другой что-нибудь попаду на крупное если нет тогда удлиняем делаем где-нибудь метр двадцать потому что цель наша сегодня повторюсь хоть за ладошку что-нибудь поймать ну и естественно потестировать нашу кашу потому что вот добавил я ее в прикормку с этим чабрецом отлично клюет вот это густера без проблем а вот на закидуху с маленьким поводочком блин поклевывает ну слабовато не знаю все таки видать большой поводок играет роль что-то не хочет она приближаться к самой кормушки стоит сантиметров 30-40 опасается что-то пугает может ночью это конечно и хорошо работает но вот днем пока за час я сделал вывод что длинный поводок работает лучше смотрим закинул в другое место вон туда там где вон туда вот где-то старится накидал вот сюда такая поклевка зачетная и вот такую вот рыбешку она мне преподнесла конечно это не то что мы ожидали ладно ловим дальше итак пенопласт минут 20 тишина сделал я здесь поводок наверно метр двадцать мотыля парыш сейчас попытаюсь это все дело забросить я блин с таким поводком еще не бросал никогда длинным делал до метра но сейчас 5 чаю моем не понял мне все на месте нормально фрикцион сильно расслаблен потому что устал я терять поводочки так ладно забрасываем прям яблочко быстрее садимся сильный ветер чтобы меня было слышно так натяжка все по фуншую и сразу же поклевки неважно 40 сантиметров 60 или метр с копейками тут же нападение начала брать вот смотрите что творит есть рыбешка есть удлинил поводок сейчас посмотрим удлинилась ли рыба не понял что ушла что ли ушла блин сорвалась была рыбка рыбка была ладно надеваем еще раз сожрала нашего и мотылька и опарыша нападение ну было у меня когда вот ловил позавчера то отличная плотвина так взяла нападение я бы сказал даже зачетная в этот раз было такое ну чувствовалось что может чуть чуть больше чем то что я ловил до этого не знаю что делать закидухой потому что были на это молчание конечно начинает уже надоедать минут сорок на парыша пару раз правда дебнула и все на пенопласт вообще даже ни разу не дебнула итак попытка номер два плюх готова быстрее 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 натяжечку ставим но ветер это просто мне сегодня вообще конкретно не повезло с погодой смотрите что творится нифига себе это вот только сделал натяжечку положил не знаю все ли это или будет продолжение ну поклевка интересная было такие удары и вот как тут ловить елки-палки сколько там этой мелочи не дает даже нормально чем длиннее поводок тем она падает не знаю я слышал такие истории на поводок вешали небольшой грузик чтобы он быстрее тонул попробуем наверное это все по ходу там на лету уже все вдушили может и мне так сделать есть у меня поплавочные дробинки небольшие на недалеко от крючка прицепить и болен тут кувшинки эти конечно они от смотрите рано я блин потянул вот тут не угадаешь иногда так вытягиваешь и уже пусто вернее сидишь и ждешь все на месте ну жалковато конечно ладно сейчас попробуем еще раз может все-таки долетит до дна хоть что-то но такая поклевка была мощная я уже думал там пусто будет потому что до этого вот было пусто смотрим я так представляю если там рыба была такая под килограмм его с каждой поклевки я ловил у меня пуже садок наверно трещал а так поймал наверно рыб 7 общим весом грамм 150 ну что вроде бы долетела вроде бы долетела потому что сразу сходу ничего пока не взяла интересно радоваться или нет тут не клюет думаешь хоть бы клюнула ждешь ты поклевку на эту наоборот радуешься что вначале при забросе не клюнула так как насадка благополучно долетела до дна ладно если чё-то поймаю с него покажу смотрим ну что были еще незначительные поклевочки надел я на фидер тоже пенопласт вот но одна такая хорошая такой ударчик был но не засеклась вот пенопласт кстати съела надел новый а на донку вообще глухо как в танке что я сделал я достал ее и смешал кашу с прикормкой набил по новой и опять закинул может просто моя каша но она же не пылит она там забита плотничком вот рыба ее очень трудно наверно может найти смешал я с прикормкой это будет добавлять больше мути когда она будет сейчас рассыпаться там на дне и возможно так мы быстрее привлекем рыбу надет тоже пенопласт и так два фидера два пенопласта один длинным поводком один с коротким посмотрим теперь будет хоть ли поклевочка если будет значит будем нашу кашу смешивать с магазинной прикормкой добавлять ему те возможно это сыграет свою роль смотрим сработал пенопласт на длинный поводок такая же рыбешка как и на мотыля как и на опарыша такая же и на пенопласт длинным поводком сюда надел большой кусок пенопласта на короткий поводок и 3 опарыша и вы знаете две уже поклевочки было но поклевки такие вяленькие значит мелочь дубасят ну что ж так сказать почином меня на пенопласт тоже умею ловить на длинный поводок как дубасят на 3 опарыша там шикарно конечно это не шикарно шикарно было если в загиб конкретный такой но ладно посмотрим что из этого выйдет ну что друзья подведем какие нибудь итоги каша работает есть на нее поклевки но короткий поводок толстый 0 2 конечно отпугивает рыбу видно что за кончик дергает и все взял кашу добавил в прикормку и закинул на длинный поводок поклевки тоже отличное как бы все супер так что если нет у вас магазинной прикормки варите кашу ухи дубасят пенопласты два мотыля надел здесь 3 опарыша и пенопласт и тут валит и тут валит размер рыбы с пол ладошки вот так что если у вас нету магазинной прикормки не стоит сидеть дома варите кашу добавляйте туда горох добавляйте туда кукурузные хлопья результат будет такой же как и от магазинной прикормки взял я на длинный поводок вот этот набил нашу кашу забросил клюет одинаково что с этой прикормкой что с этой вот ну конечно поводок днем играет важную роль если ночью может рыба не не так видит ей как-то не боится подходить то днем конечно она побаивается на этот у меня поклевки на тоненький поводок моментом на этот вот опять добавит но ждать приходится ладно тест прошли прикормка рабочая повторюсь еще раз как ее делал я вам показал добавили еще сюда вот этого вот сейчас вам покажу может кто-то уже забыл что такое чабрец вот такая вот штука такой вот сироп отхаркивающее средство для детей с четырех лет и взрослых шикарно но прикормку когда добавляешь или макаешь вот я сюда вот налил себе такую вот мисочку как бы поклевки более уверенней если так на модель она обсасывает то после того когда я макнул его в чабрец она уже заглатывает его намертво ладно давайте еще что-нибудь придумаем попробуем на пенопласт поймал на параша поймал на мотыля поймал поводок 40 сантиметров клюет 60 клюет метр где-то 15 метр 20 клюет вот ну размер рыбы одинаковый не знаем судя вот говорю по форумам почитал по этой речке редко редко на поплавочную кто-то там линя поймает так ну а чтоб что-то килограммовое это из 100 человек что на рыбалке 12 вот не знаю что творится с этой рекой но в этом году это просто ужас какой-то если раньше там читаешь отчеты каждый по 2-3 там килограммовых леща то в этом году говорю три-четыре человека из 100 и то там один-два экземпляра потолок за рыбалку ну значит наша рыба еще ждет нас где-то или подрастает ладно ловим дальше да хотел бы напомнить поставьте лайк подпишитесь на канал если видео не понравится лайк уберете но я думаю в скором времени пора уже нам на воду спускать лодочку уж хватит ей дома пылится планы у меня в эти камыши заплыть туда дальше главное чтобы не ветреная погода была о пенопластика как колокольчик зазвенел заплыть в камыш этот и на поплавочную удочку половить там огромную красноперку но это все впереди подпишись и ты увидишь и так половили мы на закидуху конечно днем на нее не ахти а вот на фидер супер и так пошел я вообще на эксперимент взял нашу кашу смешал с прикормочкой потому что и того чуть осталось этого чуть забодяжил получилась такая ядреная смесь сейчас проверим что из этого выйдет ну кстати закинул уже поклевочки были ловлю на один на парик прикольно конечно каша плюс хлопья плюс горох плюс магазинная прикормка это конечно ядреная смесь но клюет а я раньше все не знал как разбодяжить допустим о как фигачит нифига себе друзья знаете мне кажется что-то даже покрупнее да ну нафиг неужели ушла блин ушла елки-палки но чувствовал уже такое такое вы знаете было хорошие елки-палки может вот этого мне не хватало блин я там чисто на кашу а там чисто на магазинную прикормку на один фидер и на закидуху вот а сейчас смешал и вы знаете поклевочка была более интересной просто магазинная прикормка наверно пылила и привлекала кучу мелочи а каша она наоборот не пылила и и вообще никого не привлекала а вот когда я это все дело скомпоновал получил офигенный вот поклевочка была супер мне понравилось и вы знаете почувствовала сколько я уже сегодня ну может штук 15 таких вот маленьких поймал но я их особо не снимал так пару штучек снял потому что показывать этих мальков уже как-то не интересно и вот сейчас посмотрите только забросил да прикольно прикольно надо взять на вооружение поехал короче испытывать одну насадку на закидуху вторую насадку на фидер а в итоге надо было то что сделать все это дело смешать и закинуть на фидер вот так то друзья ну я считаю неплохо поэкспериментировали вот все же лучше чем дома сидеть и как бы результат мне нравится знаю что на кашу берет знаю что на прикормку но это уже давно стал берет а вот что если это все дело смешать и начали думал смешаю получится ни то ни сё она как бы слишком такая как и липкая получается я думал толку от нее будет мало ну как оказалось вот она как бы меня так понял и запах дает офигенный и не пылит сильно и походу подошла рыбка покрупнее прикольно прикольно ладно если что-то еще клюнет сниму покажу отличные поклевочки блин вот эта смесь хороша и вот поклевки уже какие-то более уверенные пошли не знаю есть или нет если даже есть и что-то небольшое нет нету но меня это уже радует у меня до этого были поклевочки такие тюк 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 а сейчас уже вы знаете вот чувствуется что что-то мне кажется уже покрупнее блин а ну что ж отлично теперь что мы будем делать покупаем в магазине обычную прикормку много на мою не надо даже можно пол килограммовой пачки варим пшено с горохом и с овсяными хлопьями и едем на рыбалку все это дело тут мешаем и все друзья и готова потому что сейчас магазинная прикормка с нашими белорусскими за смотрите смотрите что творит с нашими белорусскими зарплатами и ценами это конечно дороговато выходит одной прикормочкой баловаться что то есть кто ты дружок смотрите размерчик сразу увеличился ну блин как минимум вдвое смотрите густера офигеть шикардос или не подлещик мы и отпускаем мы сегодня не за рыбой а тестируем блин вот видите как важно да все таки в прикормке дело 1 пылит 2 не пылит и провел я сколько ну часа наверно полтора вы час на рыбалочки ну мелочевку смыкал на кормушку что-то такое тоже там раз в 20 минут видать ну долго ищет подходила пробовала но там толстый поводок я на это списываю и она конечно боялась осторожничала это если где-то на рыбхозе карпа ловить тогда да но блин а на речке где полно мелкой рыбы это конечно тем более днем я думаю не то снасть а вот если сделать на фидер длинный поводок и вот это вот все смешать то получается вы знаете очень даже ничего как прикольно вот смотрите уже все опять поклевочка на два опарыша надел посмотрим если рыба покрупнее подошла то я думаю можно вешать два смело потому что когда брала мелочь она два там обсасывала не попадалось а вот уже покрупнее и уже на два нормально затягивает прикольно как говорится век живи век учись ну все-таки цель достигнута потестировали выяснили теперь остается что теперь остается найти место получше подходили здесь рыбаки разговаривали говорят 2 и 8 метра горит здесь уже все в кувшинках это горит не то место где ты ищешь леща ловят леща на данный момент на участках с глубиной 384 метра где-то так где русло с ямами надо искать что-то такое здесь говорит у тебя футбольное поле на нашел и какой-то приямок с 2 и 8 там на 33 но блин там на дне это елочка растет здесь же как идет ну реально как болото вот старится кувшинки это как крапива подводная и прочая ересь вот ну даже умудрился здесь канадского этого сомика поймать я думал что это речной сом оказался нет это это вездесущий канадский сомик я даже не ожидал что он в этой речке есть но оказывается есть как то так ладно продолжает ну что друзья вот такая вот рыбалочка сегодня выдалась я считаю время провели отлично каша наша оказалась рабочая с добавлением в нее магазинной прикормки она становится вообще песня вот так что ищем место хорошее где есть поглубже вот выезжаем на очередную ночную рыбалочку и уже будем ловить ночью на вот такую смесь потому что я ночью ловил на чистую кашу а сейчас будем ловить уже на вот такие замуты так сказать посмотрим все у меня желание есть спустить лодку здесь в камышах попробовать половить плотвичку красноперочку может смотрите друзья кинул кашу свою прикормку вот такая получилась у меня шуры-муры и все равно вот такая рыбка не знаю я короче как здесь поймать что-то крупнее вот ну сегодня наша цель не сама что-то крупнее а потестировать нашу прикормку мы ее потестировали работает как отдельно так и в смеси если рыба есть то она подходит и берет так что очередная прикормка к нам в копилочку будем пользоваться менять уже конечно место будем здесь мы больше ловить наверное не будем пора ехать дальше вот ну что главное что мы узнали что она рабочая ну а дальше дело техники так что подпишись на канал поставь лайк скоро новое очередное видео снова место там где уже глубина здесь у нас 28 найдем ямку метров хотя бы 5-6 я думаю там мы уже леща возьмем пока пока пока